Возвращение в изумрудный город Фиолетовый город Мигунов остался позади. Путники шли на запад. Элли была в золотой шапке. Девочка случайно надела шапку в комнате Бастинды. Она не знала ее волшебной силы, но шапка понравилась девочке, и Элли надела ее. Они шли весело и надеялись в два-три дня добраться до изумрудного города. Но в горах, где они сражались с летучими обезьянами, путники заблудились. Сбившись с пути, они пошли в другую сторону. Дни проходили за днями, а башни изумрудного города не показывались на горизонте. Провизия была на исходе, и Элли с беспокойством думала о будущем. Однажды, когда путники отдыхали, девочка внезапно вспомнила о свистке, подаренном ей королевой мышью. — Что, если я свистну? Элли трижды дунула в свисток. В траве послышался шорох, и на полянку выбежала королева полевых мышей. — Добро пожаловать! — радостно крикнули путники, а дровосек ухватил неугомонного татошку за ошейник. — Что вам угодно, друзья мои! — спросила королева Рамина своим тоненьким голоском. — Мы возвращаемся в изумрудный город из страны мигунов и заблудились, — сказала Элли. — Помоги нам найти дорогу. — Вы идете в обратную сторону, — сказала мышь. — Скоро перед вами откроется горная цепь, окружающая страну Гудвина. И отсюда до изумрудного города много-много дней пути. — Элли опечалилась. — А мы думали, что скоро увидим изумрудный город. — О чем может печалиться человек, у которого на голове золотая шапка? — с удивлением спросила королева мышь. Она хоть и была малоростом, но принадлежала к семейству фей и знала употребление всяких волшебных вещей. — Вызовите летучих обезьян, и они перенесут вас куда нужно. — Услышав о летучих обезьянах, железный дровосек затрясся, а страшила съежился от ужаса. Трусливый лев замахал косматой головой. — Опять летучие обезьяны? — Благодарю покорно. Я с ними достаточно знаком, и по мне эти твари хуже соблезубых тигров. Рамина рассмеялась. — Обезьяны послушно служат владетелю золотой шапки. — Посмотрите на подкладку, там написано, что нужно делать. Элли заглянула внутрь. — Мы спасены, друзья мои! — весело закричала она. — Я удаляюсь! — с достоинством сказала королева мышь. — Наш род не в ладу с родом летучих обезьян. До свидания! — До свидания! — Спасибо! — прокричали путники, и Рамина исчезла. Элли начала говорить волшебные слова, написанные на подкладке. — Бамбара, чуфара, лорики, йорики! — Бамбара, чуфара? — с удивлением спросил Страшила. — Ах, пожалуйста, не мешай! — попросила Элли и продолжала. — Пикапу, трикапу, скорики, морики, явитесь передо мной, летучие обезьяны! — громко закричала Элли. И в воздухе зашумела стая летучих обезьян. Путники невольно пригнули головы к земле, вспоминая прошлую встречу с обезьянами. Но стая тихонько опустилась, и предводитель Уорра почтительно поклонился Элли. — Что прикажете, владетельница золотой шапки? — Отвезите нас в изумрудный город! — Будет исполнено! Один миг, и путники очутились высоко в воздухе. Предводитель летучих обезьян и его жена несли Элли. Страшила и железный дровосек сидели верхом. Льва подхватили несколько сильных обезьян. Молоденькая обезьянка тащила татошку, а песик лаял на нее и старался укусить. Сначала путникам было страшно, но скоро они успокоились, видя, как свободно чувствуют себя обезьяны в воздухе. — Почему вы повинуетесь владетелю золотой шапки? — спросила Элли. Уорра рассказал Элли историю о том, как много веков назад племя летучих обезьян обидело могущественную фею. В наказание фея сделала волшебную шапку. Летучие обезьяны должны выполнить три желания владельца шапки и после этого он не имеет над ними власти. Но если шапка переходит к другому, этот может снова приказывать обезьянь ему племени. Первой владелицей золотой шапки была фея, которая ее сделала. Потом шапка много раз переходила из рук в руки, пока не попала к злой бастинде, а от нее — к Элли. Через час показались башни изумрудного города, и обезьяны бережно опустили Элли и ее спутников у самых ворот на дорогу, вымощенную желтым кирпичом. Стая взвелась в воздух и шумом скрылась. Элли позвонила. Вышел фарамант и страшно удивился. — Вы вернулись? — Как видите, — с достоинством сказал Страшила. — Но ведь вы отправились к злой волшебнице Фиолетовой страны. — Мы были у нее, — ответил Страшила, и важно стукнул тростью по земле. — Правда, нельзя похвастаться, что мы там весело провели время. — И вы ушли из Фиолетовой страны без разрешения Бастинды? — допытывался удивленный привратник. — А мы не спрашивали у нее разрешения, — продолжал Страшила. — Вы знаете, она ведь растаяла. — Как? — Растаяла? Прекрасное восхитительное известие! Но кто же ее растопил? — Элли, конечно, — важно сказал Лев. Страш ворот низко поклонился Элли, повел Путников в свою комнату и вновь надел на них уже знакомые им очки. И снова все волшебно преобразилось вокруг, все засияло мягким зеленым цветом. Субтитры создавал DimaTorzok